Привет всем! Меня зовут Тимур, а.к.а. Камихамастер. Это 10-й видеоурок из моего курса по программе ZBrush. Если вдруг вы не смотрели предыдущих видео, сделать это вы можете по подсказке или по ссылке в описании под роликом. А мы начинаем! Я сказал, стартуем! Как вы уже поняли из названия данного видео, разбирать мы будем сегодня уменьшение количества полигонов вашей модели. Но перед тем, как приступить к этой теме, я расскажу об одном моменте, который я забыл упомянуть в прошлом видео. А именно о том, как уменьшить размер кнопок и текста интерфейса в ZBrush. Делается это следующим образом. Открываем меню Preferences. В меню Preferences есть подменю Interface, и подменю Interface есть вкладка UI, в которой есть ползунок Buttons Size, который, собственно, и отвечает за размер текста и кнопок в интерфейсе. Увеличиваем значения для увеличения размера текста и кнопок, и уменьшаем для уменьшения, соответственно. И тут после изменения ZBrush нам пишет, что все настройки изменения размеров текста будут применены после того, как мы перезапустим ZBrush. А теперь вернемся к теме нашего видео. Представим, что вы, как и я, пользовались функцией Dynamesh, включу Polyframe, слепили модель, а теперь столкнулись с проблемой слишком большого количества полигонов и получили вот такую сетку. Что же нам теперь делать? Начнем с того, что в ZBrush есть 4-5 способов, как уменьшить количество полигонов. И каждый метод или способ подходит для определенного случая. В данном видео я разберу первый из них, который называется DCMate. Этот метод подходит для моделей, которые будут печататься на 3D принтере, моделей для ЧПУ станков, а также для моделей, которые не будут деформироваться при анимации. Например, часто используют для создания низкополигональных или лоупольных моделей камней, кристаллов, глыб льда и подобных остроконечных, но не живых объектов. Функцию DCMate мы можем найти в меню ZipLagin. Вынесу это меню в правый дивайдер. И в меню ZipLagin есть подменю Decimation Master, которая и представляет собой функцию DCMate. Для того, чтобы нам воспользоваться данной функцией, функцией DCMate, нам нужно нажать на кнопку Pre-Process Current. Эта кнопка пересчитывает все точки вашей модели и создает файл с этой информацией в кэше. Учитывайте обязательно то, что чем больше точек у вашей модели, тем тяжелее и дольше вашему компьютеру придется обрабатывать эту информацию. Разница между кнопками Pre-Process Current и Pre-Process All заключается в том, что Pre-Process Current просчитывает только лишь выбранный сабтул. Pre-Process Current пересчитывает все мэши, все модели в вашей сцене или в Z-туле. Итак, мы произвели просчет. Теперь мы можем уменьшить количество, наконец, полигонов нашей модели. Для этого нам нужно сдвинуть один из этих трех ползунков, которые связаны между собой, и выбрать значение. Вот первый ползунок показывает, сколько процентов от нашей модели останется, то есть было 100%, уменьшится до 32% при выбранном значении. Останется при этом 68000 полигонов и 34000 точек. Уменьшим еще чуть-чуть и нажмем Decimate Turrent. Видим, что сетка нашей модели изменилась, но Decimation Master старается максимально сохранить форму нашей модели. И плотность в области глаз, например, выше, чем в других областях, более ровных. Также есть внизу преднастройки с количеством точек, которые нужно, допустим, нам будет получить в конечном итоге. Есть 250000 точек, можно получить 150000 точек, 75000, 35000, 20000. Нажму, к примеру, вот сейчас у нас 22000 точек, нажму на 20000. И эта кнопка работает как выбор сразу 20000 точек и кнопка Decimate Turrent. Также можно создать внизу свою кнопку с помощью ползунка вот этого и кнопки Custom. И также далее есть кнопка Delete Cache, которая удаляет файл, созданный кнопкой Pre-Process Currant и кнопка Export All Subtools, которая просто экспортирует из ZBrush'а все саптулы, которые есть в нашей сцене или в нашем ZTool'е. Какие кнопки и функции тут еще есть? Во-первых, кнопка Keep You Vis, которая, как понятно из названия, сохраняет вашу развертку, что может быть очень полезно при создании лоупольных моделей, к примеру, камней. Во-вторых, кнопка Use and Keep Polypaint, которая сохраняет ваш полипейнт и даже может адаптировать плотность сетки под него. Небольшая справка. Полипейнт – это метод раскрашивания моделей по точкам, которые в других программах еще часто называют Vertex Paint или Vertex Color. Как это, собственно, работает? Выключу Polyframe, выберу кисть, которая называется Paint, выберу цвет, к примеру, красный, и нарисую что-то в районе глаз. Надо, чтобы модель обновилась. Теперь включу функцию Use and Keep Polypaint и подвину этот ползунок, который называется Polypaint Weight, пересчитаю модель и настрою ползунки на, к примеру, на 23% и нажму Desimate Current. И тут мы видим, что Polypaint сохранился более того, в местах, где был использован Polypaint, плотность нашей модели явно выше. Это можно увидеть также, включив Polyframe. То есть плотность в местах, где модель была покрашена, явно выше, чем в других областях модели. Функция Desimate, помимо Polypaint, также прекрасно взаимодействует и с маской. Например, так, выключим это пока. замаскируем к примеру, какую-то часть модели, включу Polyframe, вот здесь произведем просчет Preprocess Current и поменяв положение ползунков, нажмем Desimate Current и видим, что плотность модели, где была маска, гораздо выше, чем в любых других областях. Это можно тоже прекрасно использовать. Кстати, разница между кнопками Desimate Current и Desimate All точно такая же, как и между кнопками Preprocess Current и Preprocess All, то есть Desimate Current влияет только на выбранный саптул, а Desimate All влияет на все саптулы в вашей сцене или Z-tool. Также функцию Desimate можно использовать, если вам нужно, чтобы просто триангулировать вашу модель. К примеру, вернемся к состоянию, когда модель состояла просто из квадратных полигонов. Для этого двигаем ползунок на максимум на 100%, нажимаем Preprocess Current, наоборот, точнее, Preprocess Current, а потом двигаем ползунок на максимум и нажимаем Decimate Current. И все. И получаем точно такую же модель, которая просто теперь не состоит из четырехугольных полигонов, а из треугольников. Это иногда нужно. И остается единственная кнопка Freeze Borders, которая может понадобиться вам, если у вас однослойная модель, к примеру, Plane или, говоря по-русски, просто плоскость. И вы хотите максимально сохранить линию края этой модели. То есть мы можем изолировать, к примеру, часть модели. перейдем перейдем в Geometry и в Modified Apology удалим все невидимое. Так. Приблизим. Включим кнопку Freeze Borders. Нажмем Preprocess Current. Модель пересчитается. Подвинем ползунок и Decimate Current. И видим, что Decimation Master старается максимально сохранить границу края, то есть линию края. На этом все, что касается функции Decimate. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии и писать, что вам интересно и вы хотели бы увидеть в других уроках. Также ставьте пальцы вверх и бомбите в колокол, чтобы не пропустить будущих видео. А на этом все. Всем пока. Увидимся в следующем видео.